Приветствую вас на канале Елена Мерсемяна Цветов. В этом видео расскажу про самый неприхотливый многолетний, который сможет вырастить любой садовод. Друзья, хочу поделиться с вами своим новым приобретением, полезным для выращивания рассады. Это электроподогреватель Тепломакс для рассады, проращивания семян овощных, цветочных и зерновых культур, а также он предназначен для быстрого укоренения различных черенков. Электроподогреватель поддерживает оптимальную температуру для проращивания семян и роста рассады. Температура грунта в контейнерах поддерживается в пределах плюс 23-25 градусов. Достаточно расположить электроподогреватель на подоконнике, столе, стеллаже или другом освещенном месте. На его поверхности расположить емкости с посеянными семенами, включить прибор в сеть и ждать всходов. Особенно это актуально, если емкости стоят на холодном подоконнике в зимнее время или в холодном помещении. Этот прибор будет равномерно подогревать емкость с семенами, а впоследствии грунт с рассадой. В холодном грунте корни рассады плохо развиваются, а в теплом они хорошо нарастают. Также этот электроподогреватель будет полезен тем, кто занимается домашним укоренением черенков. С помощью него хорошо укореняются черенки хвойных, роз, декоративных и ягодных кустарников, а также черенки различных цветов. Укоренение черенков происходит в два раза быстрее, чем при обычном укоренении. Электроподогреватель Тепломакс имеет крайне низкое энергопотребление. Для маленького коврика расход за сутки 3 рубля, при цене электроэнергии 6 рублей. Для большого коврика чуть больше 7 рублей. Коврики можно использовать круглосуточно без прерыва. Они надежны и безопасны. Также на сайте Тепломакс приобрела сушилку для будущего урожая, овощей и зелени, самобранка. И сумку-холодильник, которая эффективно сохраняет низкую температуру в течение суток. Она прочная и вместительная. Интересующую продукцию можете приобрести на сайте тепломакс.ком. Ссылку на сайт оставлю в описании под видео и в комментарии. Сегодня речь пойдет о хеллоне. Это одно из немногих садовых растений, которое растет на любых почвах и в таких местах, где другие растения не приживаются. Например, на избыточно влажной почве. Также она хорошо переносит недолгую засуху. Кустики вырастают красивые, компактные. Когда разрастутся, то выглядит привлекательно. Хорошо уживается со многими растениями в цветнике, образуя красивой композицией. Сочетается с осенними анимонами, астрами, ротбекией, флоксами, паскоником и другими растениями. Хеллона также высаживает по краям водоемов и в больших контейнерах. Она украшает клумбы с августа по октябрь. Некоторые сорта зацветают в июле. Хеллона имеет плотные колоссовидные соцветия, которые эффектно смотрятся на фоне насыщенной зеленой листвы. Соцветия могут быть белого или розового цвета. Высота хеллона в полотени около 120 см. На солнце кустики более низкие, около 70 см. Этот многолетник имеет ползучие корневища и со временем кустик хорошо разрастается вширь. Хеллона ценится за то, что цветет после того, как большинство других садовых цветов уже отцветают. И даже после первых заморозков хеллона продолжает украшать сад цветением. Она практически не болеет и не повреждается вредителями. Может расти на любом грунте, даже на тяжелых глинистых почвах. Хеллона образует плотные куртины, сквозь которые не прорастают сорняки. В уходе она неприхотлива и из серии «Посадила забыл». Имеет хорошую морозостойкость до минус 35 градусов без укрытия. На зиму стебли растения полностью обрезают, а весной она отрастает от корней. Хеллона образует прямостоячий куст, который не разваливается и все лето выглядит аккуратно и привлекательно. Хеллона сможет расти под кронами деревьев, в тени забора или за домом. Кустики хеллона украсят неприглядные места в саду. Размножается делением куста, корневой порослью и семенами. Сажать хеллону можно весной и осенью. В этот период она хорошо приживается. Расстояние между растениями должно быть не менее 40-50 см. Спасибо за просмотр! Напишите в комментарии, понравилось ли вам это растение. Ставьте лайки этому ролику, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на другие мои каналы и соцсети. Ссылки оставлю в описании под видео и в комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok